Всем привет! И не знаю, будет ли кому-то интересно это видео, но я решила поделиться своими эмоциями. И так как я хотела показать свои живые, настоящие эмоции, а не наигранные, то я записывала сразу по ходу, по делу, не марафетя себя, не расчесываясь, не красиваясь и не тратя на это время. Поэтому уж экая есть на фане, поэтому извиняйте. Совсем недавно мне написала подписчица, задала вопрос вполне стандартный. В каком городе я проживаю и нахожусь ли я сейчас в этом городе? И ответила. Больше никаких данных, там ни номера телефона, ни адреса конкретного. Просто город, где я живу. И спустя несколько дней мне приходит оповещение от приложения почты, что к вам прибыла посылка. Но, так как я ничего не заказывала и никакой посылки быть не должно было, я подумала, что это обычный сбой на почте. Но произошла какая-то ошибка. Я зашла в описание этой посылки и увидела, что ее вес 12,5 килограмм. Ну это типа много. Я бы такое не дотащила, тем более машины у меня нету. Да еще и ехать за чужой посылкой на почту я не хотела. И что сделала умная девочка? Умная девочка переоформила доставку на дом. А теперь представьте мое состояние, когда курьер отдает посылку, а все дно коробки в крови, в багрово-коричневых потеках. Реально стало жутко. А ты представь свое состояние, когда тебе приходит неизвестная посылка. От неизвестного человека, да еще и вся в кроваво-красных потеках. Мм? Что бы ты подумала? Страшно, да? Вот и мне было не по себе. Поэтому, чтобы это все зафиксировать, я решила записать видео. И так как я не планировала это все выкладывать, то я не особо думала про свет, про постановку камеры, поэтому видно не так хорошо и съемка непрофессиональная. Но когда я открыла коробку и посмотрела, что внутри, мясо. Короче, давайте посмотрим, что же там внутри. Смотри, Марсик. Ого! Ого! Макаров! Ну, дай-ка пырвать, Марсюша. А это что такое? Зайчик. А тебе надо. Смотри, печенье с бубликами покрошилось. Марсюха, смотри, как пахнет. Нет, это нам, это не тебе. Так. Ой, что это такое? Это тушенка, походу. Как его открыть? Маштик одился и торчат. А, это сало. Салко! Да, Котя? Салко, ты будешь сало? Так. Что тут еще? Тушеночка, тушеночка, нямочка, тушеночка. А тебе все надо, цирковой. Кот цирковой. Конфетки. О, Марсик, это ровно. Молоко. Это молоко. Молочко. Свеженькая, из-под коровки, Марсик. Да, из-под коровки. Так, тут что? Не знаю, что это, но похоже на сгущенку. Это сгущенка? Сгущенка? Ты же знаешь, что такое сгущенка. Так, и мяско. Мяско, немножко потекло, но мяско. Ням-ням-ням. Ну и когда я все распаковала, я получила сообщение от подписчицы, которая спрашивала просто город, в котором я живу. Все, что она написала, это было спасибо за вашу работу. И знаете, ну, кто-то там гонится с деньгами, а мне ваше обычное спасибо просто без слов. И кто-то сейчас подумает, да, макароны, выкинет она их там, или от подписчика ничего есть не будет, там, туда-сюда. Да нет, ребятки, на самом деле это все ее труд. Причем это взрослая женщина. И в знак благодарности я решила записать это видео, посвященное конкретно поступку этой женщины. Ее зовут Нина. Никаких ссылок на ее страничку я давать не буду, потому что она попросила не распространять и не уточнять, кто она, что она. Просто обычная женщина. Поэтому большое вам человеческое спасибо. Возможно, у кого-то, невозможно, а точно, у кого-то заползет подозрение, что, мол, это опять постановка какая-то, или еще, что вы там любите писать, как она могла узнать адрес. Да никто и адрес не узнавал. Просто отправили посылку в город, на любое отделение, имя, фамилия, номер телефона есть в соцсетях, поэтому это не тайна. Захотела, сделала. И знаете, сейчас такое время, что складывается ощущение, будто человечность уходит. Оказывается, нет. Оказывается, что люди существуют. Ну, короче, все. Я не хочу, потому что сейчас еще сопли потекут. Не знаю, понравилось вам видео, было полезным или интересным. Но вы не переключайтесь. Дальше еще много всего интересного. Увидимся и услышимся в следующем видео. Пока-пока.